Всем добрый день! От лица Центра подобных исследований Русского Мехомического общества мы хотим представить нашу работу, которая длилась несколько лет, она еще продолжается. Это научно-исследовательская опыта, как артифляционная работа, связанная с аппаратами с замороженными дыханиями. Сейчас выступление будет проведено сначала нашим водолазом, Кошкин Павлом Владимировичем, и затем два выступления будут докторами и нашим водолазом-специалистом. Павел Владимирович, Вам слово. Еще раз добрый день! Меня зовут Павел Кошкин. Вы согласен следователь Центра подводных исследований Русского географического общества. И сегодня я хотел бы немножко рассказать о практическом применении ревизера в конфигурации с полной лицевой маской и гидроапустической среди. В связи с активным развитием применения аппаратов замкнутого цикла дыхания не только в сфере любительства дайвера, но и в профессиональном сегменте, а презентацию хотелось бы. Спасибо. Хочется представить доработки нашей компании в сфере применения данного снаряжения. С 2016 года компания занимается исследованиями в области подводной археологии и окружающей среды. Основные работы производятся во квартале Черного, Балтийского и Белого морей. Виды работ при производстве подводно-археологических исследований, они весьма различные. В основном это измерение объектов и элементов конструкции, составление планов и схем. Подводная охота и видеосъемка, построение фотограмметрических планшетов и моделей. Выемка и перенос домного грунта, подводная резка зачастую глубоко внутри корабельных конструкций. Остромка и подъемов артефактов. Практически все работы проводятся в условиях открытого моря с использованием маломерных двух средств. Удаленность от береговых баз, схожность с позиционированием рабочего судна над объектом, не с самым предприятным дымом в условиях открытого моря. Скорость на переворотные условия и большие глубины являют неэффективность использования воздуха как основного дыхательного газа. И шланговое и автономное снаряжение с открытым цеплом дыхания и используемых искусственных дыхательно-газовых смесей приводит к огромному расходу дыхательного газа, что часто невыполнимо как технически, так и, конечно, экономически невыгодно. Поэтому с момента основания команда приступила к адаптации спортивного снаряжения, активно используемого в техническом тайминге снаряжения с замкнутым принципом дыхания, к водоназным работам. Приступая к выводу моделей редвизера, были установлены нами следующие критерии этого вывода. Соответственно, электронный смесевой аппарат золотом цеплодыхания, простота сервиса и обслуживания, что тоже очень важно, производство большими партиями, использование водоназных работ, простота конструкций, надежность элементной базы, особенно электроники, надежность и доступность из коробных сенсоров, модульность конструкции. Протестировав несколько образцов, мы остановились на электронном смесевом аппарате замкнутого цепла дыхания датского производства GGA. Активно эксплуатацией, эксплуатировав ребрифер, стал основным снаряжением, при работах лучше 30 метров. Применение такого типа снаряжения позволило решить такие задачи, как значительная экономия дыхательных газовых смесей, что очень актуально при работах в труднодоступных районах. Возможность использования гистородно-азотно-гелевых смесей снижает эффект азотного пенения. Дыхание теплым углажным газом повышает комфорт нахождение водогаза в холодной воде. Оптимальное и постоянное парциальное давление гисторода, поддерживаемое автоматически, позволяет увеличить бездекрессионное время и уменьшить время декрессии. Вместе с внедрением ребризера водогазной работы мы приступили к подбору комплекта полной лицевой маски и гидрогистической связи. Конструкция маски должна отвечать тоже некоторым критериям, таким как простое присоединение дыхательного и шлангового аппарата, совместимость с узлом аварийного переключения цикла дыхания, закрытого на открытый цикл, возможность надевать и снимать самостоятельно. возможность менять газовые смеси под водой, не снимая маски. Данные требования мы выявили, что полностью отличают полную лицевую маску Кирги Морган М48 от 1. Эта модель полной лицевой маски создана для применения с аппаратами замокного цикла, из-за чьих достоинств в ней предусмотрена возможность переключения замокного цикла на открытый, менять под водой, не снимая маски газовой смеси. Также производитель выпускает комплект для переделки полной лицевой маски в Б-маску, что очень актуально в истории холодной воды. Гидроакустическую связь мы использовали в производстве ОТС, подводной облакой поверхности станции ОТС АВАКО. Эксперименты для выбора аппарата замокного цикла дыхания проводились в рамках открытого нами облака создания комплекта лобогазного снаряжения для проведения автономных глубоководных лобогазных спусков на глубине до 100 метров, разработка методики их проведения. Подобрав комплект и собрав его в неких кабинетных условиях, мы приступили к эксплуатации данной конфигурации в воде. Тренировки проводились в озере Цариккёль, в нижней глубине озера Кабуриды Балкарской Республики. И проходили в четыре этапа, занявшие у нас три недели. Первым этапом было, естественно, знакомство и адаптация к снаряжению, наработка наука по удалению избыточного газа из дыхательного контура. Следующим этапом – отработка аварийных процедур, затопление маски, переход на открытый цикл дыхания, переход на дыхание из грязьевого источника газа. Третьим этапом – определение возможностей и пределах гидроакустической связи. И заключительным этапом – серия практических спусков до 100 метров. Во время тренировок мы убедились, что комплект снаряжения полностью удовлетворяет наши потребности. Все подобные технические и археологические работы с применением механизмов выполняются у нас в данной конфигурации снаряжения. Всего было выполнено 194 спуска толщей продолжительностью примерно 201 час. За это время были выявлены как сильные стороны данного комплекта снаряжения, так и некорректными дочетами. Из достоинств можно перечислить, что аппарат замкнутого цикла дыхания провел себя как абсолютно надежный. За время эксплуатации не стамудовал ни одной аварийной ситуации по ссылке к ним. Применение полной лицевой маски, особенно бэнд-маски Кирпи Морган, позволило резко уменьшить теплопотери и повысить комфортный спуск. Применение гидроакустической связи, ну, конечно, позволяет более четко взаимодействовать в группе водолазов и одновременно с поверхностью. Правда, есть, конечно, недостатки, такие как некоторая ограниченность в движениях и громоздкость в сравнении с применением полумаски. Необходимость помощи при одевании и снятии, особенно при использовании бэнд-маски. Не всегда надежная и корректная работа гидроакустической связи. В связи с применением посторонно-азотно-гелевых смеси и отсутствием гелиокорректора присутствует искажение голоса водолаза, в чем будет некий тракт. Ну, недопонимальный на верху, на поверхности его диспетчика. Но в целом, несмотря на все недостатки, снаряжение работоспособно и активно применяется в наших работах. За время активного практического использования комплекса бэнд-маски для гидроакустической связи нами за прошлый год был выполнен 721 спуск общей длительностью 765 часов, что позволяет сделать вывод работоспособности и общей надежности данной конфигурации снаряжения, в целом отличающей по 922. Так от себя тоже хотелось бы доказать, что полноцветовая маска, она действительно объемная, огромная, она снижает общее поле длительности. Но, благодаря практике и наработке на нырке в этой маске, то есть мы прекрасно получаемся в данной конфигурации, производить фото-видео фиксацию, то есть привыкно, ничем не мешает. Ну и так, как у нас с каждой командой, с одеванием тоже нет проблем. Ну, у меня всего спасибо. Дамы и господа, мы будем представить вашему вниманию доклад оценка динамики функционального состояния организма водолазов в связи с экспериментальной водолазного спуска, на автоматом режиме с использованием современного технологичного водолазного снаряжения и активизацией расчетов и компенсионных режимов на основе таких программ. Значит, актуальность исследований была обусловлена основанием отечественной техники и технологии выполнения водолазных работ какого-то уровня и экономической следсообразностью внедрения технологий и автономных водолазных спусков. Цель работы служил экспериментально проверкой различных по составу дыхательных газовых спустей, аппаратам замкнутого цикла дыхания, компьютерных программ, припланированных водолазных спусков и оптимизации режима декомпрессии. Следую сказать, что данная работа позволит внедрить в практику водолазного отдела отечественные образцы водолазного снаряжения, также отечественные методики и правила проведения водолазных спусков без использования судов-вестителей глубоководных водолазных комплексов. Ну, как раз-то с нами представлен водолаз, готовящихся к водолазным погружению, а также вероятность снаряжения. Вообще этого приняло участие 20 человек. Участники медико-физиологических исследований были разделены на три группы, как представлены у нас в Альте. Значит, две группы состояли из водолазных, и одна группа была контрольная, это участники экспедиции, не являющиеся водолазами. Двойка водолазов непосредственно во время погружения их. Экспертами водолазной спуску проводились у нас в два этапа. Первый этап – это аппробация методики и снаряжения. Проводились в бар-камерах Центра подводных исследований грузко-географического общества водолазного типа. Второй этап проходил непосредственно в республике Коктиво-Малкарии на Нижнем Гороком озере. И было выполнено 30 человек спусков в замкнутой системе дыхания в бар-камере, и 152 человека спуска замкнутой системой непосредственно на озере, и 60 человек спусков с использованием аппаратов с открытием схемы дыхания. Значит, на данном слайде представлен комплекс методики используемыми нами при исследованиях. Исследования проводились трижды. Первое было фоновое исследование в самом начале, второе было промежуточное в середине, и третье заключительное в конце, а также кратковременное исследование до и после вывалазного погружения. Используемые методики позволили получить максимум информации, которая была обработана с помощью компьютерных систем, и позволило получить результаты обследования в реальном масштабе времени, и оформить базу данных для их биометрической обработки и оценки. Как раз происходит непосредственно обследование водолаза перед погружением, замер частоты из сердечных сокращений, снижение артериального давления, плюс опрос жалоб и общие самочувствия. Предлагаю рассмотреть полученный результат. Сердечно-сосудистая система наиболее динамично реагирует для все изменения. На слайде представлены некоторые показатели, полученные нами. Сердечно-сосудистая система в основном определяет физическую работоспособность водолаза, в которой в связи с теорией адаптации может рассматриваться в качестве одной из интегральных характеристик организма и определяется как его возможность приспособления к изменяющимся условиям с помощью физических деятельностей. Исследование социально-сосудистой системы не выявило, сколько они означают что достоверных изменений находились в пределах нормы. На данном слайде представлена установка холтеровского монитора на водолазы, дабы осветить работу сердечной мышцы для посредственного время погружения. Сердечно-сосудистой, прошу прощения, дыхательной системы, частота дыхания и остальные мобильные показатели, значения которого меняются под влияние выполняемой работы и условия внешней среды. На слайде представлены показатели, которые вычислялись с полученных результатов в комфинированную пропасть, произвольная задержка дыхания и оценки функционального состояния дыхательной и эстетично-сосудистой системы. Анализируя правильные функции внешнего дыхания, можно отметить, что все показатели находились в пределах нормы, и сколько ни было значимых и достоверных изменений дыхательной системы нами выявлены ему не были. На данном слайде представлены профилактическое осмотре барабанных перепломок водолаза по помощи мотоскопа. Для цены естественной работоспособности, ориентация под водой и прочие другие использовались перформенные методики в нейросоркский протест, оцениваемые скиллы процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга и их подвижность, точность реагирования у нас дрожителей. Информативные показатели нереактивности центральной нервной системы динамики в выполнении заданий являются количеством точных реакций, среднее химитическое значение времени реакции в связи с подвижностью нервных процессов. Данные показатели представлены стадия стандартное средне-квадратичное отклонение и дневные функциональные возможности, полученные результаты обследования цель места в связи с тем, что подвижность нервных процессов находится в пределах головы. Очевидно, медицинские осмотры водолаза перед погружением. Нашим исследованием психофизиологического статуса является явление психофизиологических охранений, которые могут следить за наличие медицинских противопоказаний продолжение работы, связанные с раздействием вредных или опасных производственных факторов. Своевременное объявление заболеваний, в том числе социально значимых, включая формы профессиональных заболеваний, своевременное проведение психофизиологических и рекомендационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности. Нарисимые показатели методик STAN или ISS, можно сказать, что все показатели находились на одном уровне, в отличие между группами и междуобследованием неболевыми. Показатели опросники шкала астении во всех группах свидетельствовали о слабой астении и с тенденцией к третьему обследованию значительным услужениям. Возможности СНС выделяют по показателям работоспособности, оценки которой проводили использование дотики, сложение и читание умея, характеризующие активность процесса прошивания, и корректурная форма использования дота, служащая для исследования интенсивности, устойчивости, переработки зрительной информации. Расказаловка чисел, предназначенная для оценки функций распределения приключения обуви. Анализ полученных данных позволяет сделать исключение удовлетворительной работоспособности Водолазы непосредственно перед погружением пытаются. Ну, в заключении хочется сказать, что, анализируя отлученные данные функциональные состояния организма водолазов, выполняющих работу подводных аппараты замкнуты схемы механи, можно сказать, что показатели сердечно-сосудистических дыхательных систем против пределов улогов. Сколько нибудь значительных достоверных изменений, анализов не проявили. Полученные результаты послужили основами для разработки методики по организации проведения водолазовых спусков автономного режима, в том числе к руководам с использованием современного средства обычного водолазного режима. Внутри тоже дальнейшем трудно исследовать функциональное состояние, чтобы процесс адаптации условия оборудование газовой эффективности технической устойливости, физической возможности, развития водолазов, сформулировать профессиональные деятельности предыдущих. Спасибо за внимание. Еще раз здравствуйте, меня зовут Машков Сергей, хочу удаваться на сцене ЦПО. Хотел бы вам представить свой доклад. оценку медицинской сотрудничества декомиссионного возобразования удалаться в автономном высокотехнологичном движении запутой схемы дыхания с расчетом декомиссионных режимов основной компьютерной программы. Далее, что я буду, естественно, сокращенно говорить приблизительно. Данное исследование было произведено в течение нашей научно-исследовательской работы. Исследование проводилось совместно с кафедры физиологии подводного плавания военной медицинской академии имени Керманов. Цель исследования – оценка медицинской 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 оборудования после погружения в медицинских декомиссионных декомиссионных оборудований. Исследование приняло участие 14 водолазов. Всего было произведено 315 водолазных спусков. Максимальная комбината была 104 метра. Спуски производились на репризеров фирмы GJ. Расчет компрессии производилась по алгоритму Wilmann 16 км модификации Эрика Бейкера. Подавляющее большинство производило 30 на 70. В основном спуске исследование проводилось с первых этапов. Первая часть проходила в Петербурге 100-метровой потом это было 30 чайных спусков в Республике Кабардино-Балкария и потом в Финском Завиле уже были рабочие спуски после которых мы оценивали газообразование. Там было 137 чайных спусков. Здесь на слайде показаны глубины распределения по количеству спусков и там, где находились. Как видите, самое большое количество спусков это глубины 50-60 метров и 98 спусков из них это были рабочие спуски из Мензолина. То есть за стрессом, с нагрузкой и с выходом из воды декомиссионное образование было достаточно активно. Какие способы мы использовались? Использовали два способа. Первый способ усилив в режиме трассерокальной буфлерной хакардиографии аппарата вероятность развития распределения рассчитывалась по мосту. Использовали шоколы спенсера. Оба способа проводились без нагрузки и после нагрузки. Сказать так, что выходил, выдавался в один из воды, по возможности быстрее раздевался и мы смотрели сразу же на присосудистые газообразования. И потом проводили через полчаса, через час, через два, смотрели, как она изменяется. Соответственно. Поговорим о способе. Эти способы известны давно на самом деле, но некая новинка в России звучала в том, что исследования проводились сразу на месте спусков. То есть, исследования мы провели раньше, они в основном были сделаны в браками или в научно-исследовательских центрах. Сейчас это современное. Комплекс УЗИ позволяет взять миниатюрные достаточные аппараты размеров с ноутбук и делать это прямо на месте спусков. То есть, технология такой дальше, часто можно смотреть УЗИ, имея просто датчик и телефон в данном случае. УЗИ в режиме госфера про строкальная микрография. Позволяет нам визуализировать право отдела сердца и в реальном времени мы можем смотреть газообразование. Даже на этом слайде видно в фотографии, да, видно, что там пузырек есть право на теле сердца. УЗИ Асцент проводится по шкаре Виталию Пупако. Смысл заключается в том, что мы видим полусекция и в зависимости от площади мы считаем количество газовых пузырьков на данную площадь. И чем больше, тем больше будет углубаясь. Вот примеры фотографий скринов. Первый второй вал, как действительно интересно, это мы видим меньше одного пузырька в газовой цепи. Вот три вала, один пузырек в газовой цикле в одной полости, в предсеркте и в желудочке. 4А вала это уже несколько газовых пузырьков. 4Б вала это больше трех газовых пузырьков 50-ти пузырьков я с ним и надеюсь другиспособность 5-ти пузырьков это уже небольшой сектон, которое немного посчитать. И еще принципальная шкала в вайтаун вoa доход в желудочном филах. Нашлова жива в уникальном характере. Вода 8 вариантов не вышел зала, у нас не подготовлен. Я недолго не ныряла. Ни кого с высоты на 60 метров у него достаточно большое это образование 4В. И вот так вот у нас, у него повышалось пациент кислорода, и нам не заметили, что это намного лучше ситуация. Преступрекция. Тем самым мы можем контролировать то, что удалось даже еще использовать, или врач, который уже наблюдает. То есть никаких симптомов, никаких не было. А вот такое активное газонтазование в этот момент происходит. У нас сердце, пузырьки бомбардируют и элементы сердца, и сосуды, что, естественно, накапливает вред со временем. То есть это не включает проблем в данной сейчас. Ну, это повторяется. По результатам оценки 300 суток секрессионного образования данным методом, мы после оценки в 315 случаев, был только один случай, где мы выявили декомиссионное заболевание в данном случае, а остальные все были, в других случаях не было, на 315 спусков. Соответственно, можно сказать, что это подтвердило то, что репризер у нас позволяет нырять на безопасность. Что сказать можно к подостройству этого метода? Это, правда, высокоточный метод, он даже может быть слишком высокоточный, потому что мы видим пузырьки, даже когда они совершенно надо просить никакого вреда. Ну, и плюс то, что мы спорим, это все грязно времени, мы можем хранить результаты, записывать и в дальнейшем использовать для научных деятельностей или для публикаций. Недостатки, что, конечно же, бывают, может быть, связанные с искусством у меня опыта, большого, но и термические способности водолаза, что не всегда мы видим такую красивую картинку, которую мы видим сейчас. Но, в целом, всегда, если есть активное безобразование, я видел, что пузырьки есть. Думаю, столько из первого стопорудования, хотя, если сейчас это дискутируется, очень сильно упали в цене сейчас везде аппараты, и они стали намного более доступными. Также параллельно мы дублировали все исследования аппарата музея в теоретном докторе на слуховой локации, которая позволяет нам с помощью слухового метода слушать изменения происходящих правоотоки, и на основании этого делать вывод есть пузырьки или нет. То есть, холостой сорок достаточно давно изобретенная. Чем больше мы слышим искажение сигнала, тем больше, соответственно, мы ставим балл и решаем, что мы будем делать дальше. Также мы не увидели никаких заболеваний кроме одного случая, то есть они совпадают, что мы увидели на прошлом способе чрезмерное газообразование, что и услышали на аппарате минидок, что тоже газообразование высокое, и что для чего нужно использовать парокамеру, чтобы не дожидаться конкретных симптомов. В остальном всех случаях заболеваний не было, и сердечная больность была соответствующая. Чем плюс этого метода, что один наш очень хороший ученый из Академии, Рядь Волков, изобрел математическую анализ данной шкалы, и он позволяет процентам нам предугадать развитие данных заболеваний, что на самом деле очень удобно. Было бы здорово записать первым способом, но там есть свои проблемы, а мы сейчас работаем над этим случаем. Достоинство этого аппарата, он маленький, помещается, можно сказать, в грудной карман, можно везде его с собой носить. Невесокая стоимость и вот возможность расчета развития депрессионной болезни. Недостатки. Передостатки мы уже видим в сравнении с первым способом. Конечно же, понимание достоверности сравнится, потому что там мы видим пузыри, и здесь нет какого-то другого искажения в плане тот ли это звук или не тот звук. Ну и также вот нельзя сигналы вот только сейчас записать, а анимтофон не сложно сохранять, потому что очень сложно с ним на речном работе, например, в соответствии с этой деятельностью. Что можно сказать про эту работу выгоды? Из 315 спусков у нас было только одно заболевание, и то там были какие-то соответствия наушения небольших водолазной работы, к чему это привело. Поэтому в целом показалось, что там современные репрессоры делают, работают верно, делают правильный смесь, поэтому мы не видим что-нибудь выточного декомпрессионного заболевания, и можно сказать, что с ними можно проводить не только как спортивный элементарь, но можно, а дальше использовать репрессоры уже для более серьезных водолазных работ. Ну и также эти способы доказали, что каждый способ самодостаточен, и можно использовать прямо вместо спуска, и позволять прямо вместо спусков увидеть, какой же сейчас идет процесс декомпрессионного газообразования, и понять, что дальше делать. То есть не думать долго, вот симптом то ли заболевания не то, мы видим большое газообразование и сразу делаем чекную рекомпрессию, и мы тем самым экономим то время, когда уже симптомы развились, и уже нанесли вред для водолаза. Это очень важно, сохранение долголетия водолаза, и уменьшение возможности развития хронической декомпрессионной болезни, которая у всех, кто удался со старыми дайверами, потом имеет некоторые проблемы в дальнейшем. Спасибо. Поднимаем. Здравствуйте. Михаил Карловенко. Это вас исследователь Роско-технического общества, Центр народных исследований. Значит, я хочу напредставлять вам свой доклад про мнение листов для водолазных органов. Вопрос очень интересный. Вопрос же мульф. Сегодня даже в ходе нашей листовки мы сталкивались с ситуацией, когда нам рассказывали о водолазе, который мы приходим на вертолете, ввозить в сопротивление государства доказание помощи. Вопрос в том, что можно ли этого избежать? Конечно, можно ли избежать, но для этого нужно сделать некоторое действие. Я не в коем случае не говорю, что тот подход, который мы используем у нас в компании, он видается единственное вверх, и мне по этому поводу применим. Тем не менее, как мы управляем рисками, сейчас вам в двух словах расскажу. Существуют руководящие документы. Да, они применимы в одних властях, не применимы в других властях, но тем не менее, все руководящие документы ставят здоровье человека на первый план, и везде идет прямое указание о том, что должны быть оценены риски тех или иных действий. В частности, если рассматриваете документы, на которые мы работаем, это правило по охране труда при водолазном приобретении водолазных работ. Документ новый вышел в декабре 2020 года. Документ, скажем так, нового поколения. И если прожившие правила по безопасности труда заводились в двух словах правило и запрет, то есть дело не так, а остальное дело запрещено, то на данный момент новый документ. Там идет правило, технология, оценка рисков и, опять же, все эти четыре статьи за дело слово запрещают и запрещено, что, в общем-то, не очень кажется. Но речь не об этом. Управление опасностью, то есть рисками, осуществлялось всегда. Риск по определению этой мере опасности. Управляет риском тот, кто действует. В чем суть управления рисками? Это выработка ответных мер на случай реализации в розы. И ситуативное принятие этих мер. То есть эти меры могут вообще не понадобиться, и тогда все нормально. Но если они не понадобятся, то они должны быть. И к этим мерам существует ряд требований таких, как они должны быть адекватным условием водолазного спуска, они должны быть понятными исполнительными, они должны быть реализованы на практике, и они должны быть технически обеспечены, то есть дополнительным породованием и техническими средствами. У себя в компании на серьезные водолазные спуски, и на серию однотипных водолазных спусков, мы разрабатываем карту оценки рисков, которые состоялись из разных разделов. В первом разделе это оценка обстановки, во втором это выявление факторов риска, они, в общем, перечислили здесь практически все, которые бывают, и просто-напросто ставить сыгралочек в пустом поле, ресурс в другом он или нет. Дальше, говоря о том, что водолазный спуск – это четкая технология, каждый водолазный спуск имеет три фазы, это подготовительная основную и завершающую, и на каждой из этих моментов участники водолазных работ и не только водолазных подостегают различные опасности. Мы оценим, насколько эти опасности будут влиять на безопасность процесса в общем. Для этого мы заполняем таблицу, где мы вычисляем рейтинг риска. Рейтинг риска на данный момент весьма субъективен, потому что, еще раз повторяю, управляет опасностью тот, кто действует. И в данном случае, будет говорить так, действует руководитель. И он оценивает, насколько командно способен строить эту опасность. Без принятия мер и после принятия разрабатывающих мер. И по снижению рейтинга, не важно с какой величины, с 20 до 10 или с 12 на 4. Суть не в этом. А суть в том, что мы разрабатываем мер, которые помогут устранить эту опасность. Представлено здесь в первой табличке, это характеристика вербальных оценок, которые устанавливают. Первый коэффициент – это насколько возможна реализация угрозы в данных условиях. И второй коэффициент – это, опять же таки, вербальная субъективная оценка, насколько это факт имеет значение. Перемноженные две оценки, получаем рейтинг риска. Соответственно, в карте предусмотрены разделы, по которым мы говорим, что вот до этих снижения обстоятельств мы условия спуска проводим, то есть в граничные условия задачи. И делаем выводы, существуют ли риски, которые мы не способны управлять. Эту карту подписывает руководитель подогласных спусков, и его рост месяц означает о том, что он гарантирует выполнение тех мер, которые предусмотрены в разделе «Принятые меры», «Принимаемые меры ответные» и подписи участников работ о том, что они согласны с тем, что все риски учительны, и что меры предполагаемые на возникновение той или иной угрозы, они достаточно для данного спуска. Ну и спектр опасности наглядно показывает, насколько идет управление рисками. Но все-таки управление рисками, оно проходит уже в процессе водолазного спуска, то есть в процессе действия. Водолазная команда, группа водолазов, неважно, как называть, те люди, которые занимаются конкретно водолазным спуском, они работают по технологической карте управления рисками. У нас заведена вот такая форма, значит, то есть это карта оценки рисков, это предпринимаемые меры, то есть что мы будем делать с риском, у которого рейтинг 6, у которого 8-12. В общем-то, чтобы понять, можно ли это воспринимать или можно предпринимать какие-то меры обязательные. Технологическая карта управления рисками, этот документ, он, в общем-то, разрабатывается на предварительном этапе, то есть на этапе подготовки водолазного проекта, который предназначен для того, чтобы люди при реализации опасности действовали сознательно. Что здесь? Она состоит из нескольких разделов. Значит, первое. Что такое нежданная ситуация? Ее признаки на каждом этапе спуском. То есть человек, который действует, сразу сложно ему понимать в процессе действия, что все идет нормально, что не требуется предпринятие каких-то размер характера, чтобы ввести процесс в нормальное грустное. В том, что он находится в невоевременной ситуации, что товарищ, что он находится в невоевременной ситуации. И вот эти признаки выносятся на бумагу в разделе признаки и штатной ситуации, признаки аварийной ситуации. Далее определяется порядок действий. Порядок действий всей группы, если, значит, опасности реализуются. То есть куда направлено направление? Значит, общее направление, оно практически, естественно, одно и то же. Это выдачный человек, испортник снимального воздействия, то есть возвращение его в нормальные условия существования, то есть обеспеченные адекватные дыхательные смеси и при желательном предпосветном давлении. Все это срочно сделать нельзя. Вот. Что еще здесь? И здесь подробно рассмотрен порядок действий в аварийных ситуациях. То есть расписано в том, что он делает, потому что, еще раз вам говорю, водолазное дело технологии, и поддержание водолазного спуска на, значит, должного приема в куртке безопасности – это тоже технология. Поэтому все это складываем на бумагу, водолазное ознакомливается и отрабатывается перезаселенными спусками аварийные задачи, аварийные задачи. И вот если, значит, сохранение жизни и здоровья, ответственные отношения и сознательные действия в группе водолазов, в команде водолазов, значит, будет поставлено на уровень понимания необходимости проведения этих мероприятий, тогда, скорее всего, опасность, даже если она, значит, будет вовремя, значит, увидена она будет вовремя, отражена, и нештатная ситуация, все начинается, нештатная ситуация, не перенести в аварийную, и не придется с героиничными усилиями никого отправлять на верторическое действие на государство. Вот, собственно говоря, что хотел я вам рассказать и сделать вывод. А вывод следующий – опасностью нужно и можно управлять. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Есть, есть вопросы? Давайте. Почему сегодня сегодня выросли здесь? Нет, она не присутствует, но вот сейчас здесь находимся, и мы будем как-то встретиться, договориться. Стенд у нас нет. Ну, естественно, прогреация есть, она все зависит от глубины, от экспозиции на грунте и от газовой смеси, которая есть. Ну, естественно, чем больше глубина и спуск, то тем большее газообразование. Вот, соответственно, наибольшее было газообразование, мы видели, от убитых после 60-ти, либо, вот, большие были рабочие спуски, 50-60, в Финском заливе, в холодной воде, в плохой учрежденности, и там были экспозиции по 25, или даже по полчаса, но там тоже, как бы, газообразование было больше, чем, больше, чем дома. Ну, так, около 20-го пустоты. И уже снижает зависимость от опыта, а зависит от опыта? Да, есть такая зависимость. Наверное, еще статистических данных нету, хотя, вот, наши работы, вот, мы уже опубликовали на научно-экорреститивных журналах, но такой корреляции официально мы не делали, то есть не проводили. Но, конечно же, есть зависимость, как, если дайверный опыт, и очень видно зависит от того, что, видимо, из-за того, что он там нервничает, очень меньше садинтирован к обычным газообразованию, у него, вот, дайвера, больше. Что у нас, в единственном случае, такое болезнь из ряда обстоятельных водолазов, это был наименее опытный водолаз. Вот, соответственно, ну, вполне. Вот, и, соответственно, как бы, был, в принципе, ну, да, вообще были сложившиеся факторы. Ну, и по поводу, вот, известный факт, что чем старше водолаз, тем меньше он хуже, потому что депутационное болезнь, тоже, наверное, такое у нас есть зависимость, потому что это один из самых молодых водолазов, у него было, ну, намного меньше, так, газообразование. Ну, официально сложно это сказать, потому что, ну, много из других фактов, да, вот этот водолаз более молодой, он был до этого нашей страной отоплен на водолаз, да, то есть физически, конечно, он был очень больший состояние, может, была в этой ситуации. Для этого нужно больше наработок, больше выпуска на людей, на водолазах. И если опыт по поводу применения кислорода, применения кислорода, да, если вы увидели пузыри и не применяли кислород, есть какой-то период, то есть факт, можно сказать, купил маленькое количество пузыри. Все правильно, мы не всегда далеко принимаем кислород, вот. Вот мы наблюдали, за два часа должно все разрешиться. Конечно же, начинает пузыри уменьшаться, ну, на полчаса где-то максимальное, как, держится, они могут на одном уровне, бывает, что через 15 минут. Первый факт, который мы заметили, это, ну, у нас вот дайвер, водолаз, он вышел, он же не лежит у нас на месте. Он начинает разрешать, разрешать снарягу, таскать, ходить. А на самом деле это большой провоцирующий, провоцирующий фактор, потому что, ну, даже повесить костюм, снять с себя, ну, мокрый, вот, ну, это большая провокация. В этот момент обычно отдают толщик сильному газообразованию. Я сказал, вот, даже на своем опыте, когда я увидел, как это влияет на газообразование, я стал намного аккуратнее это все делать и, вот, реально заставлять себя, там, подождать, вот. Обычно в течение, вот, получаса газообразование уменьшается. Первый, вот, начинает, когда-то на бал уменьшаться. А потом, может, два, она рассасывается и становится уже не значимой. Ну, то есть, а кузырьки есть, но они единичные, они уже не приносят его вреда. Ну, вот, некоторые были варианты еще, вот, не в данном, вот, этого обследования. В принципе, в случае депрессионной болезни, которую мы наблюдали в долазах. И было заметно, что вот депрессионное образование большое, но, как бы, оно, если будет разрешаться само, то ничего страшного. Но, если оно держится на протяжении, она больше не становится, но держится на протяжении часа-двух, вот, это большой, ну, нет никаких симптомов. Это большой знак тому, что, скорее всего, депрессионное заболевание проявится. То есть, если газообразование не испытает, и уже, там, выдавался, уже отдыхает, ему приходит через часа, а у него так же, вот, как в мильной картинке, не испытает, оно идет, то это очень плохой знак, сыграл, и это, на мой взгляд, надо лечить уже, ну, лучше сделать лечебную рекомпрессию в какосторонном режиме, и тогда справиться с этим проблемой. Если есть возможность. Данный прикор, друзья, вот, возможно ли это применение, без специального депрессионного образования, там, где-то, может, все-таки, ну, или, если есть, без специального депрессионного образования, можно ли это сделать? Ну, смотрите, здесь в чем, если вы делаете это для себя, вот, просто вы для себя это делаете, то это у вас может. Ну, если вы предоставляете какую-то лидическую медицинскую слуху, то, конечно, уже обязаны иметь лицензию, и человек, который должен это делать, должен быть доктором, и еще будет быть отключен на УЗИ. Вот. Но если вы это делаете для себя, вам то есть запрещает быть прибор и, так, учиться это делать. То есть, в принципе, это возможно. То есть, если вы поставите из-за этого. Не, можно. Ну, аппаратов УЗИ очень много. Мы сейчас вам представим. Два. Нет, не любой, не любой. Есть нюансы. Вот. Мегитон, который я показал, думаю, слушай, с ним сложнее намного работать. Он стоит 40 тысяч рублей. Но с ним, с ним намного сложнее работать. Аппарат, который другой показывал, он дорогой аппарат, современный. Ну, говорю, сейчас есть уже интернет-экспрессия, но я не работаю с ними. И, например, американские аналоги подороже. Это просто вот в данных размерах. И он подключается к планшету, либо к телефону даже. И вы такую картинку можете получить даже вот так. Ну, просто вот. Конечно же, для этого нужен один навык. Надо просто так, конечно, сложно сделать. Но овладеть этим, я думаю, у вас нет. Я так понимаю, если вы учиться, то это уже как-то не совпадало, чтобы стримироваться в искусстве, потому что уже видеть, да? Как-то же не просто пришел и сказал, что вы должны сесть, чтобы вы где-то там сделать после повреждения. Ну, я думаю, что… Я понимаю, что вы правильно говорите в чем-то. Но, наверное, для начала вам просто нужно… Это вот работа в исчез с кардиальным и транскардиальным датчином. То есть это вот специальный датчик, который должен быть для любой датчик. И в нем смысл просто выводить право отдела сердца. Если вы правильно выводите их и увидите картинку, ну, даже без пузырей, это, ну, больше, чем план успеха. Вы также их делаете и просто потом увидите эти пузыри. Конечно же, нужен некий опыт, навык понимания того, что это точно пузыри, какое количество их там оценивать. То есть, когда мы начинали первое исследование в девятнадцатом году, ну, да, конечно, картинка была много хуже и считать было сложнее. Но после тренировки, конечно, стало намного лучше получаться, и там, уверенно можно сказать, точно есть ли церковь или нет. Даже у человека, например, полного, да, где не сюда идеально можно вывести. Но это уже тоже тренировки, как и в другом деле. Всего доброго. А не планируете вашу организацию? Вот, где еще подобные средства делают, но в зависимости от этого сферы или нет. Да, все правильно. Я вам говорил, что большинство было такой инфарктов 30 на 70, то есть это на Глубом озере мы раз попробовали 20 на 80 и получили, ну, такие более отрицательные результаты. У всех было заказование больше. В прошлом году мы пытались немного. Вот сейчас мы в марте едем на Глубое озеро, и будет большое исследование проводиться не только УЗИ, но УЗИ тоже. И будем менять на ген-фактор и рассмотреть что-то другое. Потому что, когда на точке спуски, мы не можем позволить себе, ну, имея наших любимых водолазов, что-то экспериментировать. А вот на Глубом озере можно попробовать, потому что у нас есть одна варокамера, и если мы увидим, что этот данный ген-фактор плохо работает, мы сразу же используем варокамеру, и это будет безопасно. Да, Владимир? Мы сейчас у сейчас будем работать, но это вообще не очень дорого. Давайте, после ВРУ, если будет время, пообщаемся. Давайте после ВРУ, если будет время, пообщаемся. А, а сейчас я. Хорошо. Я, может, тут прослушав во время компенсационного подъема с западным циклом работал, как показывает компьютер, или дополнительно подбывали кислород, повышая потенциальное давление во времени комплекции? Ну, наверное, 50-50. Потому что у нас есть, ну, не все, я не могу говорить точно заводолазов, но, скорее всего, такой практикой пользуются. Водолазы пробовали контур уже на последних остановках кислорода. То есть специальное давление на кислород, наказанное на последующем газообразовании, влияет или влияет? Ну, действительно, я понял сейчас вопрос. Наверное, такую точную статистику мы сейчас не можем выдать. Это просто нужно смотреть, точно отсекать, когда водолазы не трогают пробывку уже на последних остановках. И когда они специально пробывают, мы должны сравнивать. Но это для этого специально выделить, как бы, спуски, которые сюда у нас, как бы, дороги для изучения, да, и так много можно сделать подряд. Пока вот такой прямой, прямой, зависимости по неделю. Спасибо. Да, кстати, как раз вы рассказывали ситуацию с вертолетом на вашей лекции. Вот, да, имея так что-то подобное на парад, можно было понять, чтобы хотя бы исключить, да, не стоит это вызывать, да, или так, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет, пока я самочувствую. До таких моментов, конечно, это, ну, удобно и важно. Ну, тогда вам такого доктора бы надо с собой? Наденько подойдет. Спасибо большое. That's a pleasure. Thank you very much.